коллеги всем здрасте сегодня у нас 15 серия проекта только факты и перед тем как начать я решил сразу прогнать некоторое количество слави в который покажет что мы делаем до чего из чего ну и как всегда народная мудрость которая сегодня следующее не яйца красят человека а человек яйца коллеги сегодняшнее видео будет состоять из двух частей я первой части покажу то что я уже сделал в общем насколько я понял это достаточно удобный для вас формат есть какие-то изменения на юаре есть уже методы которые бы реализованы мной для макэнди чтобы это все заработало но так как они реализуются так или иначе по такому же принципу который уже показывал ну нет особого интереса смотреть одно и то же много раз поэтому еще раз я покажу то что сделал на юаре и в бэкэнде покажу как это работает прокомментирую никами небольшие участки кода и во второй части мы к нашему проекту который является проектом i sp.net core мы подключим blazer ну и возможно успеем сделать какой-нибудь компонент чтобы проверить что он реально работать и так чтобы начать сначала давайте я запущу и покажу что я сделал чтобы было наглядно понятно в какую сторону смотреть какие изменения были сделаны в проекте и так по большому счету я создал страничку для администратора здесь есть все факты она ведет на самую главную страницу далее в ней будут добавляться специальные кнопки что если пользователь администратор то вот здесь вот будут какие-то дополнительные параметры или дополнительные команды удаления допустим и редактирование дальше я сделал добавить факт эта страница пока в разработке собственно говоря сейчас наполняю сайт тем функционалом который будет у нас точно реализован и от случая к случая от видео к видео мы будем так или иначе реализовывать еще не существующие например здесь здесь ну и в общем добавить факт у нас пока не работает я сделал все сообщения и вы если вы помните в предыдущем видео мы как раз именно эти видео и ой именно эти сообщения отправляли теперь их можно посмотреть ну и в общем то то они говорят красненьким потому что еще не отправлены и этому еще будем делать также я добавил еще отправку сообщения форма работает с валидацией и я если ввожу текст сообщения на пропадает если ввожу невалидный gmail она естественно тоже валидирует ну и в общем как вы видите это все работает сейчас давайте здесь напишем какое-нибудь слово тест ну давайте вот таким вот образом чтобы отличить его ну и есть короче у меня тот самый хендлер который перехватывает это сообщение ну и как вы видите сообщение появилось здесь вот этот вот значок показывает что еще сообщение не отправлялись поэтому на красный после отправки он будет зеленого цвета но это подряд стоит нам еще сделать а теперь давайте пробежимся уже по коду чтобы можно было немножечко сопоставить то что вы видели на юая это что будет уже собственно говоря в коде и так я сделал send notification метод который как раз и отправляет используя медиатор в общем то есть давайте в него переспрыгну в общем есть хендлер есть notification есть хендлер он наследник от базового все реализуется автоматически и все сводится к тому что у меня просто в базу данных сохраняется как раз вот в этом коде который тоже можете посмотреть и так в администраторе добавил send notification соответственно я добавил еще страничку просмотра нотификаций по идентификатору также добавил некоторое количество селекторов но селектор вернее пока один но сюда я буду добавлять секторе чтобы можно было выбирать через expression нужные мне нотификации я их пока использую одном месте также добавил get page list давайте уберем эту штуку работают по такому же принципу как и наши факты ну единственное что он выбирает другую сущность и в общем здесь все то же самое также добавил тот самый message мануал message notification которые используются для отправки сообщения и вот собственно его хендлер для этого используется мануал notification view model который видели на странице вот обязательные поля которые то есть тут заданы непосредственно свойства которые будут прокидываться вовнутрь и в общем есть notification который реально но является натификейшн view model который но много на самом деле где используется как вы можете видеть ну а также добавил страничку который называется добавить это юай здесь есть юай для notification by id здесь есть юай для собственно говоря всех нотификаций тот который вы видели и юай то есть форма где заполняется с эндтификейшн ну и если вам интересно смотрите я сделал еще натификейшн view давайте вот таким вот образом покажу то есть натификейшн view это сама нотификация но она у меня может отображаться и на странице индекс вот где-то сейчас я покажу прям паршал не вижу так это администратор это не то вот натификейшн здесь у меня как паршал подключается этот натификейшн view и собственно говоря просмотр самой нотификации по идентификатору тоже отображается эта страница в общем все доступно в коде можете посмотреть потыкать я думаю что это будет вам удобно сделать и так другими словами у нас есть определенные страницы которые нужно сделать первое это слой случайный факт видимо да также облако меток у нас есть обратная связь уже работает у нас есть в панели управления добавить факт собственно и редактирование факта ну и в общем вот это вот все что собственно осталось сделать есть множество еще других доработок которые я скорее всего сделаю за кадром ну видео уже растягивается я начинаю повторять и действие которые делают ну а сейчас наверное пришло время уже подключить проекту blazer сделать первый компонент и в общем то ну вот давайте сейчас этим и займемся но в общем если говорить честно то вы наверно будете смеяться для того чтобы подключить blazer blazer сервер так сказать версию то для этого достаточно написать всего лишь одну строчку это blazer сервер в общем надо сказать что подключение blazer мы уже сделали но хотя нет шучу надо будет добавить еще одну штуку которая называется скрипт как вы понимаете сервер blazer который сервер он работает через сигналар соответственно какая-то часть юая должна быть подключены на юай то есть какие-то скрипты обычно это делается ну например на главной странице которая layout и здесь нужно написать что-то типа так но у нас deployment не deployment development нам всегда да ну можно так сделать скрипт и здесь src нужно написать упс enter и в src нужно указать подчеркивание фрейм ворк 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 слэш blazer blazer сервер слэш gs ой . gs то есть вот этот скрипт он как раз отвечает за то что ваш серверная часть будет работать с юаем через сигналар но смотрите на самом деле это будет работать но я так не делаю я вот эту строчку если честно я втыкаю туда ну то есть я там вставлены тех и в юая где у меня есть компоненты blazer я думаю что это разумно то есть если у меня допустим есть страница ну допустим просмотра факта и она являет но это паршал view да то есть она имеет факт link связку давайте посмотрим что здесь есть копировать ссылку я хочу чтобы копирование ссылки было через gs ну это конечно извращенный вариант давайте я сделаю чтобы это копирование делалось через blazer да с используем конечно же gs ну другими словами у меня есть факт и он используется на странице шоу и на странице вот здесь тоже вот факт используется то есть на индекс где показывается пачка и на странице шоу где собственно говоря у меня этот линк превращается в линк то есть если у меня в списке показывается там будет кнопка открыть если показывается в одиночном формате будет показана ссылка давайте проверим что это именно так и работает итак у меня список фактов и когда их список у меня показывается открыть ссылкой когда я нажимаю открываю какой-то факт показывается страница показываться скопировать ссылку это конечно вот на странице шоу и таким образом получается что я вот эту страницу шоу вот сюда добавляем на скрипт сначала нужно написать section но в хорошем смысле скрипт и добавить сюда вот этот самый скрипт то есть другим словам когда мне будет открываться страница шоу будет загружаться ну то есть будет создаваться подключение сигналары если такой глубоко копать которая будет работать с компонентом и теперь мне осталось собственно говоря как раз этот компонент реализовать другими словами у меня компонент будет находиться вот здесь и я хочу каким-то образом сделать скрипт джессовский скрипт который будет вызываться через blazer ну это такая конечно надуманная ситуация но тем не менее для примера этого в принципе достаточно итак первое что нужно сделать я создам отдельный проект который назову давайте прям я вот так вот из и создам его это будет обыкновенный проект рейзер ком лайбрари сейчас я покажу вот он новый я прям сейчас так вот напишу рейзер и надо понимать что это важно потому что аллы рейзер класс лайбрари это специальная сборка которая понимает как интегрироваться вашего спадут на это приложение в общем то поэтому я выбираю и здесь я напишу все очень просто колобонга что там у нас . факт ну пусть будет рейзер ну пусть будет ли брали либра рей вот то есть это будет сборка который будет содержать компоненты давайте здесь тоже . поставим для моего приложения возможно их там будет ни одна я уже точно знаю что будет ни один компонент и сейчас я создаю эту сборку да конечно буду использовать 5 ну и вот теперь у меня есть уже здесь первый компонент который рейзер соответственно и есть какой-то пример использования это вот interability так называемую связку в общем я сейчас это немножко переделаю есть также папка вовый root в которой уже есть какой-то файл который уже будет использован в моем проекте то есть здесь на самом деле уже microsoft сделал шаблон который показывает что мы будем использовать и как это сделать теоретически можно запустить это за использовав вот этот вот компонент рейзер и мы увидим что он работает и давайте я как раз на этом примере покажу как это работает у меня есть страница шоу и для того что у меня здесь использовать компонент ну так у меня что этот компонент показывает он показывает что мы всего лишь из blazer она ну давайте тогда вот на этой страничке вот здесь вот внизу я покажу что я подключил то есть я подключил этот компонент и мы увидим что рейзер вот рендерил и blazer собственно говоря у нас получается будет работать и так для того чтобы его подключить нужно написать компонент не комнат такой компонент здесь нужно указать type ну то есть тип когда что такое тип компонента с которым работаем type of нет type of и у меня это будет компонент а стоп то сейчас нужно сделать добавить сборку который мы будем использовать в референции и это делается очень просто выбираем таким вот образом теперь теперь эту сборку можно откомпилировать и мне здесь должен появиться компонент один вот он другими словами компонент у меня отобразится чуть ниже чем собственно говоря сам факт и не теперь достаточно всю эту штуку запустить ну и теперь открыть любой факт и мы увидим ошибку потому что наш компонент должен обязательно указываться в каком формате он рисуется хотя вам покажу картинку который нашел на самом деле это перечисление которое собственно игре имеет пять значений и в общем здесь на самом деле есть определенные правила то чего вы хотите надеюсь в зависимости от того какое поведение ваш компонент делает но я буду использовать вот этот вот сервер при рендерит и для этого мне нужно вот здесь дописать рендер мод сервис при рендерит они соответственно подсвечиваются и даже напротив каждого соответственно можно прочитать что собственно игре из этих значений параметра обозначает и давайте еще раз запустим теперь приложение теперь в общем то ничего не должно помешать запуску и отображение забыл правда какой фразы ну неважно открываем и вот мы видим что у нас blazer запустился что он работает и это не просто а сторонняя сборка которую можно дополнять шарить там передавать в общем дело с ней все что угодно я сказал что я покажу как копировать ссылку но раз у нас уже вот эта штука сработала но вообще не люблю конечно людей обманывать давайте сделаем чтобы у нас вместо вот этого компонента вот здесь появлялась скопировать ссылку но другими словами это наверно будет очень сложно сделать потому что по нажатию на кнопку или по нажатию на пустую штуку нужно какое-то выдать сообщение наверное имеет смысл сначала подключить ну например какой-нибудь какой-нибудь сейчас скажу как называется то стр вот такой вот штуку которая позволяет выдавать сообщение на самом деле очень прикольная штука я сейчас нокаута и и помню и есть здесь демо то есть для того чтобы по нажатию кнопку скопировать выдалось сообщение первым делом нужно будет подключить где он вот вот этот вот так сейчас секунду я видимо не туда куда попал да вот туда попал прошу прощения вот есть вот такая вот демо страница которая эти толсты так называемые выдает вот вот такого сообщения то есть по нажатию кнопку скопировать ссылку я хочу чтобы показывалось вот такого сообщения ну и видимо наверное это я сделаю следующем видео я прошу прощения что вас обманул но тем не менее мне microsoft любезно предоставил возможность показать как это работает уже сделав готовый компонент и в общем то дальше мы его будем развивать продвигать усиливать уху улучшать и так далее в общем на этом я с вами хочу попрощаться сейчас пойдет в основном работа с blazer потому что на странице добавления факта или редактирования факта нужно сделать штуку которая называется теги и там на самом деле достаточно интересная реализация в том числе я буду делать с использованием blazer вот наверное пока на этом все вам всего доброго пишите правильный код и до новых встреч а